всем приветики ну ты продал свои старые колонки купил новое поэтому сейчас будет такая небольшая предыстория и такой как бы небольшой осмотр и типа распаковка хоть они и распакованы но я все равно покажу как они пришли и что там было в комплекте вот ну и предыстория в том что получается мои предыдущие колонки микролап соло 9c я продал за 500 белорусских рублей потому что они были двухполосные а я хотел трехполосные там было только две чистоты вверх и низ вот я хотел трехполосная есть как раз таки вот они три полосы вверх середина и низ вот но правда я пожалел что слишком дешево продал свои нужно было свои продавать рублей за 700 потому что тогда я их покупал давно когда-то в годах 2017 наверно за 550 рублей продал за 500 но сейчас они бы стоили наверное рублей 1100 белорусских а я продал за 500 поэтому я жестко продешевил нужно было бы продать за 500 их а эти кстати купил за 900 если бы продал за 700 то должил бы только 200 а так должил 400 вот поэтому я пожалел что дешево продал и еще понимаю что они будут слабее чем мои предыдущие потому что там было 70 ватт каждая а здесь 66 ватт каждая но при этом там они эти 40 сантиметров а те были 65 то есть то есть то где-то было даже если взять эту коробку она была даже чуть больше чем коробка то есть она прям такая реально здоровая и вот там было 70 ватт а это такая маленькая вряд ли здесь будет 66 ватт по сути 70 и 66 не должно быть никакой разницы но мне кажется разница будет ощутимая их особо еще не слушал то что мне их только недавно привезли вот но мне кажется судя по их размеру они будут ощутимо потише вот так что там получается указано что вот это 40 ватт это 14 и это 14 но мне кажется ну да этот побольше чем там в предыдущих и может здесь правда будет 40 но там было два низа в предыдущих а здесь один и там получается 60 ватт был 60 ватт был бас а здесь будет только 40 эти 14 ну не знаю если здесь 14 а эти мне кажется здесь точно нету 14 потому что ну блин они такие маленькие вот здесь 14 так это голос а это просто пищалка она же особо ни на что не влияет по сути вот 40 и грубо говоря 15 55 плюс здесь 55 и и получается сколько сто 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 десять ну вот но но не но не сто тридцать шесть но это ну насколько ну плюс она еще ну сколько 120 ватт добавит короче они так но ощутимо послабее будут мне кажется вот так вот они выглядят так закрыто так открыто поменьше те те были повыше ну и короче я о чем пожалел о том что мало за предыдущие взял и много за эти заплатил и о том что раз они такие маленькие то звук будет скорее всего поменьше на это я буду проверять еще потом а курьер мне получается занес их прямо в дом я я получается их второй раз заказываю первый раз я заказал мне привезли прямо на парковке бросили отказались нести домой сказали а вдруг там с ними что-то сделаешь я говорю так пошлите со мной нет мы не пойдем и короче и горит прямо на парковке смотрю игру как я посмотрю что я на них увижу я их включить хочу и короче они уехали но я вернее ушел они недовольные были плюс у них еще коробка какая-то была типа как будто вот вскрыта и сверху скотчем на короче там по тому скотчу который там идет один сверху был второй наклеен то есть как будто бы ее ну вскрывали и потом вторым скотчем переклеивали и это меня тоже смутило а здесь таких переклеек не было но при этом она вся помета как будто бы ну где-то падала и получается она идет в двух коробках это транспортировочно а это та в которой она уже лежит вот я кстати думал что они 17 года я когда заказывал говорю я хочу их обязательно включить потому что они семнадцатого года вдруг они типа ну уже не работают или что такое типа 100 столько времени прошло а тот который консультант который продавал усмехнулся говорит семнадцатого года они только на рынок вышли но это не значит что они все семнадцатого года типа потом были еще то есть семнадцатый год это когда они впервые на рынке появились но потом же типа были еще партии вот и здесь на этой коробке вот этой или на этой написано что они с двадцать третьего года а на инструкции дата стоит двадцать двадцать второй год но при этом здесь наклеенная наклейка то есть в принципе наклеить мы где любую потому что вся коробка на на любых языках только не на русском а наклейка уже приклеенная русская то есть это могли сами продавцы приклеить а вот инструкция от двадцатого года то есть получается двадцатого года они вот но коробка такая как будто их уже реально семнадцатого года таскали вот но для меня главное было чтобы она была заклеена просто не люблю когда привозят бушные вещи под видом новых вот здесь она такая была помятая как будто падала куда-то на камни потертая как будто и где-то таскали даже там камень и застрял то есть в коробке в коробке торчит камень и реально где-то бросали как могли вот но при этом она была заклеена одним скотчем то есть вот он заводской скотч и он один она он при мне получается курьер занес ко мне домой и мне ее ножом разрезал то есть он при мне ее разрезал и при этом это был один скотч то есть вот он написано edifier то есть фирменный скотч и пойду и под ним ничего нету и на нем ничего нету то есть по идее не вскрывали но при этом на пульте два скотча один разрезанный другой заклеенный это типа чё по заводу так было меня вот это удивило что коробки не вскрывали но там было два скотча вот это просто транспортировочно здесь просто указаны и и параметры типа вес и все вот назначение номер и цвет то есть куда назначается в какую страну там и все такое они из китая получается по миру путешествует вот это типа транспортировочно здесь самое главное вес и что внутри какие размеры а в этой транспортировочной уже лежала коробка самих колонок edifier r2750 db вот и здесь уже она уже более-менее такая красивенькая уже не поцарапанная здесь на разных языках а русский только вот здесь но это наклеенный русский хотя при этом она была ну типа запечатана в этой так это чё типа прям в китае наклеили русскую наклейку потому что вот это это было запечатано фирмен фирменным или китай продает вот эту по разным странам а страны уже хотя вот же транспортировочная модель чайна ну я не знаю тогда и вот здесь 23 год написано но сайт русский типу это они по закану типа в китае прям типа для этого сайта короче не понимаю как это происходит вот здесь сертифицирован от 22 года но произведено 23 ими инструкция 22 а здесь типа 23 если верить этой штуке то им эти 10 месяцев этим колонкам но и вот характеристики два нижних динамика по 40 ватт два средних по 14 до верхних по 14 я бы не сказал бы что у верхнего есть 14 он такой мелкий хоть бы там 5 было да и верхняя что он же просто динь 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 что там он может никакого звука особо не даст внутри поролон был и селика геля чтобы влага влага не собиралась дальше сверху лежала получается получается лежала инструкция вот в этом пакетике пультик в пакетике пультик уже с батарейкой и кстати пакетик вот что меня смутило у него два скотча получается вот этот первый скотч был разрезан а второй заклеен и типа чё такое ощущение как будто кто-то попользовался ну скрыл скотч попользовался а потом другим скотчем заклеил но типа лол эта коробка тоже тоже заклеена одним скотчем фирменным вот он один то есть не под ним не не на нем ничего нету фирменный и при этом на пультике два скотча как это это получается по заводу так сделали типа они положили пульт в пакет заклеили вспомнили что не положили батарейку разрезали положили опять заклеили типа другого объяснения у меня нет вот потом были еще кабель это сердца на рца и сердца на 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 джек на на player они вот в этом пакетике лежали потом оптический кабель кабель для питания сами колонки эта штука была закрыта естественно в таких вот пакетиках они были вот пакетики просто сверху заклеены скотчем здесь почти кстати странно оптически запечатан полностью а все остальное скотчем вот это скотчем или нет ну вот это под скотчем было вот это под скотчем было вот инструкция вообще без скотча здесь вот под скотчем короче блин так очень реально как будто бы вот все было таким кто-то попользовался потом все просто скотчем заклеил где-то даже 2 наклеил скотча а потом где-то нашел фирменный скотч и de fire и заклеил de fire am типа это ну хотя блин с другой стороны если срывать скотч ну вот и картонка срывается а наша вот видно что не сорванная просто по верху наклеена ну короче я не знаю как так значит это так по заводу вот и вроде его ты не подкопаешься вот здесь странности есть и не это а здесь еще сзади про провод кстати который не вынимается это плохо и он был тоже в пакетике и там штекер вот такой специфический то есть дальше длины этого провода их не растянешь то есть свой провод более длинный сюда не подключишь как и в микролабах в принципе тоже вот ну и вот такие колоночки правда я когда включаю они щелкают не знаю нормально ли это вот если включить даже если без одной колонки а провод же не подключен короче когда я включаю слушал щелчок я не знаю почему ну и не помню кстати микролабах соло было это или нет мне кажется может тоже было нам просто потише как-то а здесь прямо хоть такой громкий щелчок ну у них год гарантии поэтому если что буду обращаться сейчас я подключу ну вот и подключил щелчок я не знаю слышно было или нет сейчас я вот пультиком их включу он берем там получается лампочка горит зелененькая вот она а здесь где-то этот порт выключаем теперь включаем слушаем такой щелк такой вот и типа это как-то не очень я не помню по моему микролабы при включении на может быть тоже это щелкали на очень тихо а эти прям как-то ощутимо так щелкнуть типа на не щелкнута как-то так он блин нормально или это тоже меня это смущает но максимальная их звук я еще не проверял пока решил вот пока они еще в таком состоянии сделать распаковочку такой вот осмотр того что пришло ну а потом погоняю их уже и скажу как они ощущения с микролабами но самое главное что я хотел это чтобы было три полосы потому что в микролабах получается было два низа и вверх то есть пол то есть получается что голос шел через нижние динамики и хоть ты и выкручиваешь бас на минимум на колонках все равно но она жестко басит и только на плеере когда начинаешь убирать бас вообще в ноль максимально затапливаешь только тогда бас уже убирается но при этом все равно его немножко слышно вот здесь я думаю такой проблемы не будет здесь в принципе когда вот только здесь убираешь уже не так сильно бас а когда на этих еще плеере убираешь да кто-то вообще вообще баса нет просто как как-то вообще считая пищалка и вот это работает тут действительно уже можно настроить колонки так как тебе хочется потому что ну здесь три частоты а там только две там ты по-любому не настроишь так как тебе хочется то что одной частоты не хватает а здесь вот хватает а микролабы я посмотрел с тремя частотами которые 200 ватт которые реально будут как мои тоже большие там тоже три динамика уже тоже идет верхний средний нижний 200 ватт но они стоят 1600 белорусскими или 1500 короче блин дорого эти 900 а те 1500 это прям прям ого ну вот поэтому но если эти будут слабенькие это потомка в целом когда вы будет побольше денег может тогда же будет взять и микролаб соло 19 вот но пока хочу проверить вообще каково это три полосы мне кажется должно быть лучше явно лучше чем чем две потому что частоты должны быть все это так когда одной не хватает это как-то но ощутимо все время все время чувствуется что она бумкает вот даже на этих песнях на которых казалось бы ну и не должно сильно бумкать она все равно бум 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 потому что ну здесь полюну здесь нету просто чистоты для голоса в микролабах а в этих есть здесь такое не должно быть так что такая вот покупочка буду осваивать потом естественно уже смогу более уже более такой обзорчик сделать как это все функционирует плеер там все такое как что настраивается как звучит так что такая вот у меня покупочка коробка огромная но то что в ней лежала очень маленькая я конечно да почему-то когда покупал не посмотрел какие у них размеры ну ладно я смотрел просто на децибелы если они маленькие но как говорится до удаленькие то круто вот так что буду тестировать на пока что на этом все всем покидала